Да, каждый день, волна за волной, по всему Восточному фронту, от Кременной до Углидара, россияне атакуют позицию наших воинов. Но украинские силы обороны самоотверженно косят штурмовиков врага целыми отрядами. И да, та самая знаменитая кремлевская тактика использования пушечного мяса не приносит никакого результата так называемой второй армии мира. А вот типичная и показательная тенденция. Это когда после десятков атак и сотен погибших российских солдат, на участке фронта в несколько сот метров, оккупанты не могут продвинуться вперед. Детальнее о том, что происходит на Восточном фронте, эксклюзивный репортаж от корреспондента ТСН Антона Кацуконя. Это село находится вплотную к линии фронта, к россиянам отсюда не больше трех километров. Достает любое артиллерийское оружие. И сейчас они начали новый артиллерийский обстрел. Под ногами остатки снарядов, которыми враг обстреливает деревню. Вокруг результаты тех прилетов. Разбитые постройки, дыры в стенах, огромные воронки в асфальте. Село словно бы замерло. На столике в местном кафе стекает вода с потолка. Рядом надувные шарики. Кто-то готовился к празднованию. Улицы пустые. Теперь ими гуляет лишь гулкий ветер. Именно по этому селу проходит дорога к передовой. Часто после такой артподготовки в атаку идет вражеская пехота. Как на войне. Как на войне. Какая может быть тут обстановка? Бывает тише, бывает жарче. Сегодня утром были грады. Через несколько посадок отсюда идет бой. Они прямо здесь штабелями ложатся. Это сейчас хорошо, потому что холодно. Будет потепление, там на позициях вообще будет тяжело, потому что их там хватает. И они очень близко лежат. На этом участке отпор оккупантам дают ребята из 52-го батальона в составе 68-й егельской бригады. Воины, несмотря на постоянные атаки, не отошли ни на метр. На количество они работают. Их много. Они лезут, лезут. Их бьешь. Они все равно лезут. Технику бьешь. Она все равно приезжает. Таким вот образом они работают. Видно, что они боятся. Это самое основное. Они боятся. И боятся непосредственного контакта. Не хотят так воевать. В момент затиши вместе с комбатом пытаемся добраться до позиции бойцов. Машина командира избита осколками от вчерашнего прилета. 120-й миномет. 120-й миномет. Четыре прилета было. И так попало, что машина пострадала. Уже через несколько метров возле нас начинают падать мины. Это приход. Это прилетела мина. Но это 80-ка, небольшая. Потому что была бы 120-ка, то есть нас уже заметили. Поэтому я и вернулся. По рации слышим, что оккупанты пошли в очередной штурм. Комбат слушается в каждое слово в радиоэфире. Волнуется за своих бойцов. Заехала два БМП. Заехала два БМП. Как правило, БМП стрижок в посадке. И уже могут ехать с десантом. И они уже смотрят целесообразно, чтобы десант выдвигался из машин. Чуть ли не целесообразно в посадку пешком. То есть в посадку пешком. Нередко в поддержку пехоты враг применяет авиацию. Летает их авиация. Залетает их авиация, бывает. И очень часто вертолеты бьют издалека. А самолет заходит на позицию более точно. Чтобы попасть, то он так плотно подлетает в зону. Это Василек по нам работает. Но не прицельно. Надо отсюда ехать в деревню. Уже по дороге узнаем, что ребята в тяжелом бою таки отбросили россиян обратно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин